Облик Баку просто немыслим без бань. Здесь сохранились традиции, делающие их не только местом для омовения, но и своеобразным культурным центром. Например, бани Ага Микаэла и Гаджи Гаиба особенно примечательны. Сюда приходили даже для заключения важных сделок. История хамамов уходит глубоко в прошлое, а количество просто не сосчитать. В одной из таких побывали и мы, как раз на праздник Илахыр Чашембе, последний вторник перед Новрусбайрамы. Традиционная азербайджанская баня начинается с раздевалки Джан Мякян. Здесь гостям выдают фите, это подобие большого полотенца, а на голову обязательно колпак, чтобы избежать теплового удара. Как правило, современная баня разделена на несколько парилин. Температура в них колеблется от 40 до почти 120 градусов. К примеру, это так называемая сухая парильня. Сперва нужно войти сюда, чтобы тело полностью расслабилось и привыкло к температуре. В переводе с арабского хамам означает «теплое место», и действительно прогреться здесь можно до самых косточек. В этой парильне сейчас 60 градусов, даже дышать очень трудно. Новички такой процедуры не выдерживают больше пяти минут и бегут от жары в прохладные бассейны. Отсюда сразу в другую парную. Здесь банщик орудует дубовым веником. Листья этого дерева помогают снизить давление, снимают воспаление и делают кожу упругой. Удары нужно наносить по всему телу. Баня – это в первую очередь место отдыха, а мы тут работаем по старинным методам. Главное их усвоить и не перепутать последовательность процедур. Ведь они являются оздоровительным и дают нужный эффект, именно если придерживаться правильного. Далее гостей ожидает очередная оздоровительная процедура – массаж. Его делают самые опытные банщики, которых называют кисячи. Название профессии произошло от специальной рукавицы из жесткого материала. Рукавица применяется издревле. Она отлично очищает кожу и это придает особое чувство. Все посетители говорят, что скинули груз со своих плеч. Популярность азербайджанских бань становится все выше. Люди приходят сюда попариться, помыться, сбросить лишний вес. В баню ходить полезно даже при ревматизме. Баня – это гордость страны. Так что, приехав сюда, обязательно посетите хамам. Рустамомедов, Шакир Гурбанов, Эльмин Лаченов. Акартач. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова